Павла Галатам, первая глава, шестой стих. Апостол Павел был пренебрегаем очень часто. И причина одна была, что завидовали. В конце жизни это все обнаружится. Притом он повторяет, я сею там, где никто до меня не был, на новой почве. Не так, что рыбу из бочки в бочки перетаскивать. Научили палец прижимать по-другому, уже стал другой веры. Но главное, ты был неверующий, почему ты это не берешь во внимание. Ты пришел откуда? Какой ты был? Тебя нашли, ты на вокзале сидел и замерзал. Теперь ты стал верующий, а теперь начал разбираться не те изысканные блюда мне нужны. Но оказался снова у свиного корыта. Притом люди, которые уходят, у нас еще не было так, чтобы ушел даже из нашей общины и сказал, Бога нет, я пошел вниз. Все говорят какую-то причину, но ради совершенства, ради большего. Тут любви нет, законы какие-то, уставы, какие-то каноны. Любовь нужна, любви не хватает, прям криком кричат. И пока еще ни одного нет, кто ушел бы и показали нам эту любовь. Там мы их видим и многое слышим. Как будто не отрекаются от Христа, не отрекаются от Евангелия, но все делается другое. И вот апостол Павел и говорит, удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а есть только люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Его ничем нельзя было удивить. Он знал, Павел, иудейскую религию, знал языческие, осматривая ваши гарипидольские капища и жертвенники. Он все знал. Такого человека трудно удивить. Ну а тут удивился. Как так? Я вас учил, заставлял, старался. И вдруг отступили и стали искать других учителей. Стал смотреть, а кто их учит? Нет, Евангелие у них тоже самое в руках. Не другая Библия. Все то же самое. Но вот так неприметно сделали, показали, что-то показалось им высшее. Какая-то другая пища. Удивляюсь. Я вас благодатью Христовой призвал. Я вас учил, наставлял. Пришли люди, смутили вас. Пошли другим путем. Да не просто другим. Апостола Павла ни во что стали ставить. Я стал смотреть, какое же здесь главное слово взять. Он говорит превращает. Слово превращает, извращает, выворачивает. Оказывается, все наши различия это не от Библии, а от толкования Библии. Одно и то же слово все понимают по-разному. Ну вот написано. Ну написано, бери и читай. Бог не требует служения рук человеческих. Речь идет о капище. Все сектанты-баптисты понимают, что эта речь идет рукой и креститься нельзя. Бог не требует служения рук человеческих. Он читает 17 глава 24 стих Деяния Апостолов. И я читаю. Я в этом вижу то, что Павел говорит, но он видит то, что он хочет видеть. Да икон не было. Он был среди язычников. Он не мог запрещать креститься рукой, потому что ни одного христианина не было. Как запрещать то, чего нет? Притом это речь идет о миллионах людей, молодые люди. К любому, зайди баптисту, к любому яговисту. Все понимают так. А вот написано, рукой не креститесь. Да нет указаний креститься и нет запрета креститься. Тут надо сказать так. Превращающие Евангелие. Касается субботу. Это все была тень, будущий благ. Ничего не видят. Субботу ухватили. А суббота нужна будет Антихристу. На субботе Антихрист идет к власти. Это притечь Антихриста. Так написано, вечные роды. Написано. Речь шла о Израиле. Она в них так и останется вечной. Мы познали Христа. И нам покой дарован в воскресенье. И весь смысл субботы, слово покой, переносился на воскресенье. Он только подводил к воскресенью Христа. В сей день Ижи, говорит, возвеличил Господь. Возрадуемся, восстелимся вон. Сынели так превратить, извратить, верят в субботу. Притом ни один, ни два. Миллионы людей в руках держат Слово Божие. Что получается? В книге Исход 4 глава 3 стих. Говорится о чуде, благодаря которому Моисей должен был доказать, что Бог Иегова, который заговорил с ним, есть истинный Бог. Все остальные ложные. Моисей засомневался, чтобы люди так просто поверили, нужны какие-то веские доказательства. А где я их достану? Может быть какая-то гербовая печать должна стоять? Господь всегда пользуется тем, что у нас под рукой. Самое незначительное. Ну что под рукой у Давыда? Камушек. Он шел, галька под ногами. Вот тебе все оружие, никаких патронов не надо. Никакого граната не надо. Заложил ему в лоб и все. Я прокинулся, Голиаф. А меч? У меня меча нет. Ну его меч выхватил в голову, отрубил он там козет. Что еще спрашивают-то? И здесь Моисей, а что у тебя в руках? У меня палка. А вещик пасут. Ну вот и все тебе оружие какое-то. Потому что давно у тебя оружие. Тут ты даже не знаешь, какой ты сильный. У нас что в руках? Посмотрите. И вот начинаете этим бороться. Записываешь магнитофон, воспользуясь этими проповедями. По полной программе. И ты увидишь, что получится. Держишь в руках свечку. Гори, как это свеча. Оружие у тебя уже в руках. И вот Жезл, когда он бросил, превратился в змея. И Моисей побежал от него. Этого оружия он еще не знал. Привык к палке. Но что палка превратится в змея, этого не знал. А сегодня еще епископы не боятся. У них, говорит, Жезл, посох. И на голове двуглавый дракон стоит. Драконик какая-то религия пошла. Это не случайно все. Прямо знамение. Епископ стоит, держит. И у него две змеиные головы в руке. Это на палке вверху. Причем мудрый, как змея. Да таких змеев и не бывает. С двумя головами, я знаю, только дракон с семи головами. Ну, тут остальные не поместились, наверное. И они не боятся. Братья, прям за голову змеи стоит, берется. У любого, у нашего таких епископа нет. Что у тебя под рукой? И он преобразился. Смотрите, чтобы змея не преобразилась в то, чем мы пользуемся. Нам дал Господь все для жизни вечной. Для свидетельствования о мире. Воспользуемся этим. Язык дан. Глаза есть. Грамоты хватает. Книг хватает. Материалов хватает. Воспользуемся. Чтобы все это превратилось в любовь. Пылающий пакет любви перед Богом. В книге Исход 23 глава 8 стих. Написано. Даров против невинного человека. Не надо принимать. Никаких. Ни уважения, ни величания, ничего. Ибо дары делают слепыми зрячих и превращает дело правых. Конечно, это в первую очередь касается судебных органов. Дары дадут, а потом как? Попробуй. Вот у нас такая сложилась ситуация в университете. Только добрые отношения у местного епископа установили чуть-чуть. С ректором указу раз, чтобы нас оттуда выкинули. Ну, а тот и пошел на это превращать в суд. Оставил все пока в том положении, как есть. Это на каждом шагу у нас встречается. Желает превратить суд. Извратить его. Во второзаконе 16 глава 19 стих. Прямое повеление. Не извращай закона. Не смотри на лица и на дары, ибо они ослепляют мудрых и превращают дело. Если где-то судишь, не зря у судей есть, никаких вообще подарков не принимать. У епископов это рекой идет. Поэтому каноны есть такие. Даже в виде подарков не давать. За то, что рукоположили, что-то епископ сделал. Ни до, ни после. Потому что это все может истолкованно быть как взятка. Ослепляет мудрых. То есть лишает зрения. Превращает дело. Дело правое. Я его не мог выиграть. Если я ясно, что там что-то помешало, какой змей там прополз между мной и судьей? Книга Ева, 20 глава, 14 стих. Говорит, что это пища. И в его утробе превратится в желчь аспидов внутри его. Когда люди слушают наушников, кто-то что-то говорит им, они в себе это переваривают и превращают в желчь аспидов. От зависти. Вот я на занятиях вчера попросил прочитать последнюю газету, лампады. Там не называется ни фамилии, ничего, но попросил. Вы догадались, о чем говорится? Все догадались, до одного руки подняли. А мне говорится. О наших занятиях. Но по-другому нельзя. Они уже научены. Ни фамилии в одном из институтов. Уже все так их научили здесь как. То есть они уже жарились на сковородке, а теперь они очень осторожно дуют. Но смысл один, это секта. То есть из этого они выйти никак не могут. Показать, что... А если мы не секта, тогда они и секта. Тут вот что смысл-то. Это они отсеклись от истины. И понятно, почему они все бьют в одну точку. Если у нас правда, тогда они отсечены от этой истины. У нас правда лежит вот она. Показана. Святая Вечная Библия. Так говорит Слово Божие. Они глотают эту неправду и превращают уже слышанное... Ну, у него власть. Эта власть помогла ему слышанное сделать ядом. И в 32 глава, 27 стих. Некоторые люди говорят, посмотрите, вот он грабит, безобразничает, и на него никакой управы нет. Ну, сейчас говорят, там, милиции оборотни, судьи оборотни. Не где-то, а в столице, в Москве. Должно так быть. Причина одна, Бога нет. Бога нет, страха нет. Страха нет, нет возмездия за все дела. Он не может быть другим, и его не надо было оставить. Только и всего. И он говорит, такой человек, будет говорить, грешил я, превращал правду, и не возле на мне. И они между собой-то собираются. Ведь они тоже рассуждают. Ну, как у тебя, скольких ограбил, стольких. Удачно, удачно. Ничего не было, не было. Это Союз-то не один судья. 17 судей сразу захватили. Это по скольким районам они? Более ста квартир только уже приватизировали. Стариков куда-то дели, сумели. А ведь если по всему миру-то взять, это лозунг-то один, награбленное, как позволил людям грабить и не отвечать ни за что. Превращает суд. Грешили, ничего нам нет. Как они смеялись. Старковные ценности грабили, относим, как они перебирают, смотрят митры, чаши. Все это на запад гнали. Эти благодетели все к себе туда утащили. И ничего им не было. Пришло ровно 20 лет. 37-й год подвел черту под ними. Они все ушли в небытие. Сейчас так и говорят, сколько у них нашли, когда их расстреливали, дома у них было. Это у царицы столько костюмов не было. Мужчина больше ста костюмов. Зачем ему столько было? И мне не воздано. Вот это и говорит. Я превращал всяческий суд. А нужно было плакать. Даже один раз, если ты не так сделал и не заснул бы. Как так? Мне сделали добро, а я не сумел отплатить добро. Уже вот здесь беспокойство должно быть. А не так, что ты зло делал, и тебя не поймали, и ты спокойно лег и уснул. Итак, апостол Павел говорит так. Есть люди, которые превращают Евангелие и в иное благовестие показывают. И мы видим, что к этому, чтобы подойти за Евангелие и превращать его, предварительно мир к этому шел. Церковь уже на готовом фундаменте все построила. Других-то людей нет. Дайте нам хорошего священника, дайте нам хорошего начальника. А их нигде на полочке не положили, чтобы взять да переложить. Их надо вот воспитывать. И ты внука воспитываешь, а может это будет хороший священник. Кто знает? Если у тебя внучка, воспитывай ее так, чтобы она боялась греха, научи ее чтить Бога. Всякая неправда, чтобы она жгла ее, чтобы она бежала за разрешением правды к тебе. Она видела, баба у меня или мать верующая, она нигде неправды не допустит. Она не будет превращать правду в неправду и оправдывает своих родных. Притча Соломона 10.9. Кто превращает пути свои, тот будет наказан. Если сегодня сойдет, то в вечности обязательно наступит возмездие. Пути свои. Нам Бог назначил путь христианина. Никуда не надо сворачивать. Ни налево, ни направо. Нужно идти прямо. Направо это слепой фанатизм. Перехватывает через край. Налево это совсем уклониться от истинно. И притча Соломона 21.8. Превратен путь человека развращенного. Вот где все превращается. По причине умножения беззакония во многих охладела любовь. Не просто она охладела. Любовь горит на масле. Но если туда в сосуд налить грязи беззакония, грех, то светильник не будет светить. И ни на пустом месте человек не верит. Потому что тяга к Богу она прямо порциональна святости жизни человека. Бывает и в мире живет человек делая дела правды, творит милостыни. Ему одно слово только сказал он уже пришел к Богу. А другой разные причины на смешке творит. Там очень много тайного. Делающий правду идет к свету. Делающий неправду не идет к свету. Он ненавидит свет. И поэтому ему противно говорить о свете. И притча Соломона 31.5. Чтобы мы не участвовали ни в каких застольях, ни в Новый год никогда. Где за столом хоть одна бутылка на столе есть, никогда не подходите к этому столу. А нам не положено, я христианин. Не бойся, не свалят тебя и в рот не нальют. А лучше всего на такие застолья не попадать никогда. Речь идет о князьях. И к ним призов, чтобы напившись, они не забыли закон и не превратили суда всех угнетенных. По пьянке что можно совершить? Договориться? А потом сделать? Я сам не помню как. И измена жене, и что угодно. Дабы не напившись, ибо в вине блуд, Павел говорит. В рот не берите. Стойте за сухой закон, чтобы не превратить не только закона, но не превратить все свои жизни в обратную сторону. Пророк Ивимея, 8 глава 8 стих. Вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Выходят, в руках Евангелия выносят кромко, кричат, люди планируются. Но и Евангелие, лживая трость, трость означает канон в переводе с греческого. Трость для измерения. Она превращает его в ложь. Какое бы место Писания не считали сегодня в церкви, я не знаю, на чем бы нельзя было схватить их и сказать, это у вас ведь нету, это ведь вы не делаете. Ну, Господь и знал, Таргашей, но вы читали это? Читали. Ну, зачем же вы торговые ящики-то построили? А на чем мы будем жить? Вот тогда было бы сказано, я выгоняю, Бог мой дом и молитвы наречется, но если вам не на что жить, тогда пускай вертеп стоит. Ну, и так-то не написано, это вы все выдумываете. Лживая трость книжников и закон Божий превращает в ложь. Вот приводят какие-то места Писания, мы вчера читали, говорят, по вымыслам человеческим, это у нас на занятиях, у нас вымыслы человеческие. А говорить ни Писания, ничего не знает. Да как у нас по вымыслам? Ты скажи, где по вымыслам, когда я тебе считаю место за местом, чтобы ты приучился знать волю Божию, знать мысль Божию, а что Господь говорит? Как это превращать? Превращать Писание, превращать благовествование, то есть извращать. Вот они выходят и начинают говорить, и смотришь, он никогда в руках Евангелия держал, Дух Божий покинул его. Он совершенно, говорит, не в ту сторону, не в ту степь едет. Он не понимает, о чем говорит. Лживая трость книжников. Амос 5 глава 7 стих. «О вы, которые превращаете суд в отраву и правду прилагаете на ложь». Это обращение к тем, которые поступают не по правде и явно не по правде. Если сегодня бы сказали, кто знает, что поступил вопреки закону, оставь сегодня место. Тебя за это судить не выносит, и уйдешь. В милиции, наверное, ни одного бы не осталось, среди судей ни одного. Ну, а прокурор бы там и задохнулся на месте. Ну, знаешь, что не по правде. А еще я... Ну, ты знаешь, закон у тебя, но ты точно по закону-то и суди. Почему ты двойная, тройная, это у тебя шкала измерения. Это для меня одна, для другого другое. Как угодно могут. Самое маленькое дело могут повернуть, наговорить, а закон остался неисполненный. Пророк Ауакум, 1 глава 4 стих. От этого закон и потерял силу. И суда справедливого нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Они одолевают. А выход? Нет выхода. Только молиться. И на этой земле Бог не обещал нам, что справедливо с вами будут поступать. Все будет превратно, будут превращать. Но к нам это не пристанет. Иоанн Затаус говорит, зло будет. И творить зло нам будут, но сделать не смогут. Да как, если делают? Если я благодарю, это не зло. Его зло против меня вызвало мою благодарность, и дьявол оказался поражен. Но только благодари. Благодарность все превращает в славу Богу. Деяние апостола, 20 глава, 30 стих. Прощаясь, зная, что больше никогда не возвратиться, апостол Павел послал из Ефеса в Мелит. Там была большая община. Призвал епископов, присвятеров и стал давать последние наставления. Вот представьте, сидят люди, как они одеты были, мы не знаем. Ну, не так разукрашенные, как наши. И они смотрят на него последнее наставление. Учитель, что ты нам скажешь? Как один умирал, праздник, а монахи вокруг столпились его, и до этого-то презирали, не смотрели, как он делал-то. А тут умирает, и хватились, а ушел, а кто будет наставлять? А он уже говорить не может. Ну, как ты думаешь обо мне? Как ты обо мне думаешь? Он шамкал, шамкал губами. Говорит, все вы свиньи. Да с тем вы померли. Что с вами разговариваются? Больше не они ждали, это от него какого-то откровения. Скажет, а вы как будто бы черные ангелы на небеса возноситесь, но они же не в белом одеты. И апостол Павел говорит, из вас самих вас станут люди, которые будут говорить привратно, извращать Писание будет, а перед ним только епископы. А зачем? Дабы увлечь учеников за собою, чтобы они тут платили, кормили, за упокой давали, за все, за все. За священие машин, дабы увлечь за собою. И все, что они делают, это одно корыстолюбие. Это одно лицеверство идет в церкви. Я ни одного шага не вижу, чтобы делалось правильно. Нигде. Совершенно. От первого до последнего шага. Литургия идет, оглашенные, извините, никто нигде не шевелится. Заходит, любой причащается. Заодно это, он должен быть низвержен уже из сана. Из вас самих. Вот стал бы патриарх, и сказал, из вас самих. Из вас самих, ему бы сказали, ты среди нас, ты становишься, и тоже среди их. Он не имеет права сегодня сказать, потому что у него все неправда. Втором послании апостола Петр, третья голова, восемнадцатый стих, говорит так, что неутвержденные и невежды, держа в руках священное писание, будут превращать собственные свои погибели, извращать. Это говорит он о посланиях апостола Павла. Премудрый Сирах, девятнадцатая глава, двадцать второй стих, говорит о том, что люди, корыстолюбивые, будут подбирать всех власти, чтобы превращать суд в свою сторону. Итак, если они превращают суд, закон данный человеком, и для своей пользы его толкуют, по нему судят, для своей выгоды, это специальная статья на это есть. У государства тоже есть на них какая-то управа. Но это все-таки это временное здесь. Но когда священнослужители, епископа, заранее знают, что есть каноны, что если рукополагают с участием мирской власти, седьмой Вселенский Собор, третье правило, недействительный епископ, мы даже не знаем, как Бог смотрит, мы признаем благодать. Но если взять по канонам, видимо, ни одного нет благодатного уже. Закон гласит, что не действительно его рукоположение, а если не действительно, тогда и священников нет. Нельзя далеко зайти, но все-таки страшно делается. Суд Божий превращает в желчь. И в Ангелии то же самое будет. И кто вам будет говорить, вы вспомните сегодняшнее чтение, послание Галатам, первая глава, 6 стих. И выход отсюда один нужно очень хорошо изучать, знать толкование по святым Отцам и изучать его каждый день. Тем более, у нас для этого все есть. Аминь.